Говорит Радио Свобода. В эфире Археология Прошлая. Программа об исторической памяти и о том, как прошлое торгается в настоящее. Сегодня у нас на повестке дня гуманизм. Действительно на повестке дня. Потому что за последнее время представление о том, что такое гуманизм, как-то все более и более расплывается. А во многих дискуссиях звучат прямые обвинения в том, что гуманизм стал роковой ошибкой, что он извратил судьбу современной цивилизации, все то, что с нами произошло неприятного, вот это все то, что породил когда-то гуманизм. Поэтому давайте разбираться. А постановка темы в материале нашей коллеги Ирины Мартин. Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми. Аристотель. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Публий Теренций Афр. Гуманизм зародился на излете средних веков, как попытка нового прочтения человека по правилам, созданными еще античными писателями. Прежде всего, Вергилием и Цицероном. Первым проектом гуманизма стал ренессансный гуманизм, в основу которого легло так называемое изучение человечности. Но тогда эта человечность еще укладывалась в рамки христианского мировоззрения. Гуманисты этого периода, перетолковав Цицерона, подчеркивали, что понятие «человечность» есть важнейший результат культуры. Они провозгласили человека венцом мироздания, утверждали его право на земное счастье, на естественное стремление к наслаждению и способность к нравственному самосовершенствованию, как духовно свободной личности. Ренессансные гуманисты стремятся к познанию человека, как он есть, со всеми его земными нужными и несовершенствами. Далее идеи гуманизма сыграли заметную роль как в движении реформации, так и в сопротивлении католической церкви протестантским реформам. В эпоху просвещения идеи гуманизма формируют принципиальные черты новой европейской культуры с ее оптимистическим культом разума, науки, свободной личности, индивидуализма и предпринимательской инициативы. В Россию гуманизм пришел в основном в XIX веке, уже в светском и антирелигиозном виде, что закономерно вызвало сопротивление со стороны православия. Николай Бердяев утверждал, что атеистический гуманизм диалектически перерождается в антигуманизм. И с точки зрения идей, такой гуманизм приводит в итоге к нитшанству и марксизму, а с точки зрения социально-политического устройства – к режиму нацистской Германии и коммунистической России. Впрочем, гуманизм подвергается критике не только со стороны религиозного сообщества, но и современных постгуманистов. Они не принимают исключительной сосредоточенности на человеке, подчеркивая, что человек представляет собой эволюционирующую часть природы и подвержен постоянным изменениям. Сегодня исследователи выделяют разнообразные разновидности гуманизма – атеистический и религиозный, коммунистический и научный, пост- и трансгуманизм и многие другие. Современный гуманизм не связан с какой-то одной интеллектуальной традицией, а питается различными гуманистически ориентированными, философскими, художественными, научными, правовыми и другими традициями культуры. В эфире «Археология. Прошлое». «Вечный человек. Во что верил гуманизм?» Это, собственно, наша сегодняшняя тема. И я приветствую гостей в нашей студии. Ольга Александровна Седокова, поэт, филолог, переводчик Данте. И Ольга Кусенко, старший, вернее, научный сотрудник «Сектора истории западной философии» Института философии РАМ. Ольга Александровна и Ольга Игоревна. Видимо, так я и буду обращаться, чтобы наши слушатели и наши зрители что-нибудь не перепутали. Так вот, смотрите, да, собственно, с чего все начиналось. У нас где-то середина 15 века, да, тогда возникает то, что мы сейчас, как бы, описываем, как гуманистическое движение, ну, и созревает вот гуманизм, как некий проект. Ну, это, по сути же, у нас высокое средневековье. Ну, где-то уже позднее, да, но все-таки высота еще пока средневековье чувствуется. Так вот, вопрос о том, а где там был человек? Действительно ли это средневековье забыло человека, что потом гуманистам пришлось его вспоминать? Так? Ольга Игоревна, давайте. Ну, это очень для историков, в том числе для историков философия, большой вопрос и вызывающий множество дискуссий уже на протяжении, ну, особенно с начала эпохи Просвещения, когда стали появляться такие достаточно значимые концепции Ренессанса и историографические работы по гуманизму. И вот уже одна из таких известных работ 19 века историка якобы Буркарда швейцарского, где, в общем-то, четкое, мы видим, отделение было средневековье, и потом оно где-то разом кончилось, и начался период гуманизма. А вот интересно, Буркард, это у нас какое время? Буркард, это уже 19 век. Значит, мы проезжаем, да, 17-й, 18-й, и в 19-м, наконец, увидели некое разделение. Нет, 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 разделение, можно сказать, уже ввели даже сами гуманисты. Еще в 15-м веке вводится понятие средние века, то есть сами гуманисты, был такой гуманизм Бьондо, он вводит, Флавио Бьондо, он вводит вот это понятие средние века, то есть вот, так скажем, это тысячелетие, ну, античность так условно, если, да, как считали многие гуманисты, она длилась вплоть до, там, 529 года, пока не была закрыта Платоновская академия, потом она была закрыта, и вот, в общем-то, вот это тысячелетие, как говорил Гегель, мы наденем сапоги-скороходы и пробежимся по этому тысячелетию, потому что там, в общем-то, все такое достаточно блекло и однотипное. Так вот, было ли в этом тысячелетии что-то человеческое? И другая группа историков, к которой примыкаю сама я, считает, что, конечно, это тысячелетие было необыкновенным цветением и глубиной, в том числе и гуманизма, но здесь как бы спора о понятиях. Да, человек в Средневековье, безусловно, был, и он был также венцом творения, и, в общем-то, он, ни античность никуда не исчезала в Средневековье, ни человек никуда не исчезал. Так, значит, он был венцом творения, но не центром пока мироздания, как-то приписывая часто гуманизм. А так, подвели итог. Теперь про античность, Ольга Александровна. А что такого могло привлечь наших гуманистов в античности? Ну, чего им не хватало в современности, в их современности? Чем была для них античность? Античность была, прежде всего, школой. Я думаю, по этому вопросу хотели построить школу нового типа. Что такое человек, достигающий совершенства своего, совершенства, как мы теперь скажем, гуманитарного, прежде всего, но не только это, и развития затем в таких великих умах, как Леонардо, и технического гения, и всего остального. И античность, которую выработала вот эта вот школа воспитания, по идее античного человека, я думаю, и это. Но я хотела бы тоже про средневековый сказать, что, конечно, если говорить всерьез, то никто так, ничто так высоко не ставил человека, как, собственно говоря, христианская доктрина. Поскольку Христос становится человеком, человек призван следовать за Христом и самому становиться в своем роде божеством, этого не было и в античности, конечно. Тогда, простите, вопрос на опережение. А что с приходом гуманистов? Христианская доктрина как-то блекнет? Нет, с христианской доктриной что-то происходит. А, что-то? Ну, мы разберемся с этим дальше. Нам сейчас пока важна античность. Да, и вот в античности они увидели то, что, вероятно, им не хватало в предыдущей мысли и искусстве. Но, конечно, она никуда не исчезала. И Данте, например, никто не отнесет еще к ренессансу и к гуманизму в таком строгом смысле. Но его знание античности огромное и, как бы сказать, нужда в античности. Он обращается иногда к Богу, называя его Аполлоном. И никто из его читателей не считал это ересей. Это была вполне привычная форма использования античных имен. Но вы же хорошо знаете Данте. А что он имел в виду, обращаясь к Богу как к Аполлону, к христианскому Богу? Потому что в этом месте ему было нужно так. Ему нужно было подчеркнуть солнечную природу божества. То есть для времени Данте это было нормально? Было совершенно нормально. Я знаю современных людей, в том числе даже католических, которые говорят, что такое Данте делают. Он обращается, о, Аполлон, дай мне там то-то-то. Их это возмущает. Но современников Данте ничего не возмущало. И не первый Данте такое делал. Принимая имена богов языческие за какие-то иносказания. Да знаете, вот я хочу небольшой комментарий про античность. Я вспомнила, вот Николай Бактин, он писал, ну правда, про обращение античности в 19-м, начале 20-го века, ну в серебряном веке у нас в России. Он писал, что это было, обращение античности, это было заговором против современности. И вот в Ренессансе, в общем-то, вот в первом и в единственном классическом Ренессансе, в итальянском можно видеть то же самое. Многие историки, философы в нем именно это и видят. То есть такой заговор против современности. Действительно, вот Бибихин про это писал в Новом Ренессансе. И потом сами гуманисты тоже про это очень много рассуждают. Это не значит, что они отрицают современность. Это значит, что они задают ей вопросы и хотят собрать все то лучшее, что было в античности, в прошлом. И не только в античности. Они переводят и отцов церкви. То есть собрать все, что было до 15-го условного века и, в общем-то, идти дальше. Теперь перейдем конкретно к проекту. Вот Ольга Александровна сказала, что это была школа. Так, давайте разберем учебный план. В чем заключался проект гуманизма? Чему и чему и как они собирались учить? Я думаю, что первая вещь – это латинский язык, который в это время… Ну, латынь в то время была, да? Это был академический, церковный, вообще общекультурный язык. Над который гуманисты смеялись. Это не была латынь Цицерона. Это была средневековая латынь. И вот спор Петрарки с Данте был как раз в этом. Почему, во-первых, Данте пишет на народном языке, на итальянском. Во-вторых, его латынь очень плохая. Это не латынь, Цицерона. И начинается изучение классической латыни. Ну, это, скажем, как вот у нас сейчас, да? Послушаем, как говорят на улице, и давайте все-таки вспомним там русский язык, я не знаю, ну, хотя бы конца 19 века. Ну, какая-то перезагрузка, да? Но в фокусе – это язык латыни. Да, это относится, кстати, к начертанию, в том числе вот такой небольшой сюжет. Когда Леонардо Бруни переводит Федора Платона с греческого на латынь, то он переписывает, в общем-то, эту рукопись таким красивым, как его потом назовут, возрожденческий гуманистический почерк. И эта рукопись попадает к Николаю Кузанскому, который, читая Федора в переводе Бруни, делает свои пометки, но таким вот еще средневековой такой манере, ну, схоластической, так скажем, манере. То есть это такой неразборчивый почерк, такие закорючки, которые исследователям очень сложно разбирать. И вот, в общем-то, да, то есть здесь и сама форма, и слово устного, и письменного в том числе, она менялась, создавался определенный канон, А вот о человеке, про человека, вот что они хотели сказать, или вернее так, что они хотели найти? Мне кажется, нам нужно к понятию, вот как-то вернуться, вот, гуманизм, да, хуманитас. Вот что это такое хуманитас? Ну, сейчас вот часто в учебниках пишут, или в Википедии, что это человечность, да, когда... Да, 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 что совершенно, ну, как-то расплывчато, не очень понятно. Ну, вот Ольга Александровна уже сказала, что на самом деле это вот как бы греческая пайдея, это вот римская хуманитас. Хуманитас, то есть это в первую очередь не человечность, а это образование, это, ну, как у греков, вот, насколько я это понимаю, это было стремление, то есть была идея человека, вот, идея такого прекрасного, всесторонне развитого человека. Это все-таки некий идеал. Да, это некий идеал. И развитого за счет, ну, таких вот свободных, да, искусств, риторики, поэзии, ну, и в том числе и телесных упражнений, если мы говорим про античность. Вот, и к этому идеалу каждый человек должен был стремиться за счет вот как бы этих гуманитарных знаний в первую очередь. Поэтому здесь вот все-таки это больше, если мы говорим про античность и про гуманистовозрожденческих, то я бы все-таки делала упор именно на гуманитарные их студии, а не на то, что они вот боролись за права человека или пытались как-то... Ну, из одного вытекает другое, но чуть попозже, да, вот. Мне просто очень интересует, как закладывался тот фундамент, из которого потом, да, на основании которого были вот построены все, многие современные конструкции. Значит, это все-таки была какая-то наука о человеке. Да, и это было научение человека, потому что, как бы, для гуманиста человеком не рождаются, становится в результате долгой работы, приобретения знаний. И вот эта школа оставалась в Европе в классической гимназии, в общем, до последнего времени. Тот, кто не прошел эту школу, мы еще не совсем. А когда были последние времена? Ну, насколько я знаю, последняя действующая классическая школа ренессансного типа, это в Италии сохранилось, а в других странах уже сильно все современное есть. Вы имеете в виду и современную школу? Да, современная школа построена как так. То есть там, где начиналось, да, там это отчасти сохранилось вот до наших времен. Так, это обнадеживание. И последнее, наверное, да, вот, скажем... Так что, типа, позднейшие коннотации гуманизма с какой-то мягкостью, жалостью, любовью к человеку, не они там присутствовали. Там присутствовало довольно строгое вот это вот желание из неоформленного человека сделать нечто оформленное. Значит, ничего такого слезливого, да, вот, ничего такого не было. Наоборот, это было нечто мужественное. Ну, если под мужем понимать вот некого такого, да, вот идеального человека. Ну, человек с богатой палитрой чувств и мыслей, может быть, вот это они хотели тоже противопоставить или последующее за ними противопоставить средневековью, которого им казалось репертуар чувств узкий. Вот эти чувства заранее осуждены как грешные, а вот и про них не надо говорить. То есть расширение вот этого диапазона. Ага. Так, и вот такой вопрос. А почему все-таки Франческо Петрарко считается первым гуманистом? Чем он заслужил такую честь или наоборот? Вот почему он? Так как в советских учебниках писали, что это первый новый человек. Вот сам по себе. Вот, ну, да, именно Петрарко, вот так вот, все были старые люди, а тут вдруг появился Петрарко, вот первый новый человек. Ну, это уже вопрос к советской историографии. И мы до сих пор живем в этом, в каноне. К сожалению, нет. Ну, я думаю, что Олег Александрович про Петрарко расскажет намного ярче, чем я. Вот этого. Я как раз не могу объяснить, почему именно его считают отцом гуманизма. Я не знаю. И, может быть, он первый стал писать на таком прекрасном латинском языке. То есть, наверное, уже его потомки, да, или его последователи посчитали, что он вот как бы прошел эту школу сам по себе. Ну, конечно, он никакой школы не устраивал. У него не было даже какой-нибудь академии, типа платоновской, греческих, каких-нибудь философских школ. Он жил, в общем-то, уединенно и занимался своей работой. Прямых учеников у него, в общем-то, не было. Но уже, да, вот самые ближайшие к нему гуманисты, они считали, что, в частности, их век прекраснее, чем античность, потому что в том числе на их веку уже был Петрарко. Да, и Петрарко привел Цицерона, можно сказать, в культуру. Потому что у Данды при всем богатстве античных аллюзий Цицерон, ну, в общем-то, ничего не значит почти. И потерял еще текст один о славе. Это вот к тому, что если бы гуманисты чуть-чуть опоздали, а может быть, так и так на полвека, то мы бы сейчас, возможно, не имели шанса прочесть, приобщиться к многим сокровищам, к многим текстам античных авторов. Потому что вот найден был Петрарко и текст, это Де Гориа Цицерона. И он, не успев переписать его, дал на время своему учителю. И тот куда-то его определил. И больше про этот текст ничего не известно. Отлично. Подводим промежуточный итог. Гуманисты перешли очень вовремя. Они создали некую школу, которая потом предстояла пройти, ну, скажем так, европейскому человечеству. И проект этот был именно про человека, про язык, ну, наверное, про судьбу культуры и про судьбу цивилизации. Следующий поворот нашей темы. У нас будет комментарий пастора Ханна Саланбейна, директор фонда Святого Матфея в Берлине. И мы пойдем с вами дальше. Давайте посмотрим. С моей точки зрения, с точки зрения протестантского богослова, могу лишь сказать, что отношения между гуманизмом и реформацией были глубоко амбивалентными. С одной стороны, существует большая близость, когда мы говорим об образовательном идеале гуманизма или классическом призыве к источникам. Эд фонтес. Все это вопросы, которые были очень близки к реформации. Сам Лютер, прибег к изданию Нового Завета Эразма Артардамского, формально использовав гуманистические традиции для реализации своего творчества. Позже произошло великое столкновение, великий спор между Лютером и Эразмом о свободной воле, тема которого – насколько можно доверять людям, способным к самообразованию, насколько далеко зашли возможности человека по формированию способностей. У Лютера было мнение, что мы довольно ограничены. Его идея заключалась в том, что мы руководствуемся эмоциями и при том руководствуемся ложными эмоциями. Он говорил о человеке, как о муле, ведомом Богом или дьяволом в их противостоянии. Эразм, конечно, видел это совсем по-другому. Для того, кто верит в идею самообразования человека, это значит развиваться, заниматься саморазвитием. Вот почему в этой великой дискуссии о свободной воле были изображены разные образы человека, которые привели к длительному отчуждению между реформацией и гуманизмом. Но мы также можем сказать, что реформация не была бы таковой, если бы не было гуманизма. Если бы она не была подготовлена к тому, чтобы ставить под сомнение первоисточники. Это своего рода зрелость, которая тоже является ее частью. В эфире «Радио Свобода» программа «Археология. Прошлое» об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. «Вечный человек. Во что верил гуманизм?» В нашей студии поэт-филолог, переводчик Данте Ольга Александровна Седокова и научный сотрудник сектора истории и западной философии, Института философии Ирана Ольга Игоревна Кусенко. Смотрите, вот в этом неожиданном достаточно комментарии, потому что вдруг лютор, реформация и так далее, прозвучала впервые тема, относящаяся к оценке роли места религии в этом гуманистическом движении. Мы к этому вернемся. Не знаю, понадобится нам лютор, но нам понадобятся другие люди, вернее, скажем так, первые люди гуманизма, архитекторы, основоположники. Вот кем они были? Не знаю, кого-нибудь вспомним, да? Калуча Салютати, Брачолини, Эразм Раттердамский. Вот какого сословия? Вообще это люди из какого мира? Кого привлек гуманизм в то время, как некая новая идея? Мне кажется, что сначала очень важно отметить, что гуманизма ренессансного все равно не было как единого течения. То есть, каждого все-таки нужно рассматривать как отдельный случай. То есть, был там гуманизм в Салютате, был гуманизм и Никола Макеавелли, в том числе, был гуманизм Марсилио Фичино. И они все очень разные люди. Например, Фичино, он выученик схоластической школы. Он... Классическая в каком смысле, что было понятно сейчас? Классическая школа. То есть, он прошел для своего времени, получил образование, в общем-то, схоласта, который... А, то есть, классическая, это схоластик. То есть, это еще в Средневековье, да? Мне кажется, что это как тоже про Данте говорят, что он одной ногой стоял там в Средневековье, второй уже приветствовал новое время. Это тоже вот цитаты откуда-то. Ногой прям приветствовал новое время. Это столько стереотипов и штампов вокруг гуманизма и шире ренессанса, что здесь действительно вот остается исследовать отдельных персональных и не пытаться свести все это в какой-то единый поток. Это вот действительно очень важно. А их, этих персоналей очень большое количество. И действительно, вот есть, например, такая работа, она малоизвестна у нас, потому что написана на итальянском, нашим соотечественникам, иммигрантам Владимиром Забугиным. И она носит такое очень название для нашей темы немаловажное «История христианского ренессанса». То есть он вообще считает, что не было никакого вот этого возвращения к, так скажем, к языческим каким-то первосновам. То есть это просто один из этапов развития христианства. Вот это был итальянский ренессанс. Здесь вот, например, можно вспомнить Якупо Сан-Адзара. Это ренессансный поэт, писатель, автор известной поэмы о Рождестве Девы Марии, написанная, так скажем, таким слогом в подражании Виргилио. Также можно вспомнить и художников. То есть мы можем не ограничиваться только именно людьми, которые оставили какие-то трактатные сочинения. Например, вспомнить Фрабиата Анжелика. То вот, ну, можно сказать, что наихристианнейший ренессанс. И действительно, и в музыке, и в архитектуре, и в литературе, в живописи можно найти очень много примеров, даже, пожалуй, гораздо больше вот этого попытки возвращения к каким-то незамутненным основам христианства, то есть к таким назарейским идеалам. Так, тогда мы все-таки должны вспомнить и Лютера, да, потому что у него была такая же программа, да, возвращение к незамутненным истокам христианства. И сама реформация — это есть как раз обновление, возвращение к истокам от фонтес. Значит, гемонисты и реформация — это все-таки вот, ну, скажем так, про одно большое нечто. Да, но только вопрос, как здесь предстают эти истоки, потому что мне встречалось, что богословия католические говорят, что, можно сказать, что общее движение ренессансного христианства, как при всех расхождениях и различиях, чем-то близко пелугианству. Пелугианству, которое было в начале V века осуждено как ересь. Но оно не погибло. А в чем там суть была? Жило до сих пор. Жило до сих пор, и время от времени возникает снова. И на самом деле это учение монаха Пелагия из Британии на жившего время, оно касается вопросов, которые, как мне кажется, решить совсем однозначно и просто нельзя. Поэтому первое рассмотрение пелугианского учения были положительные, были признаны ортодоксальными. А там тоже решило о человеке. Но то, о чем он говорит, то, о чем с Пелагием спорил Августин, главный его оппонент, вот это, мне кажется, и перешло в наследие гуманистов. Главное, в чем было различие, это тема падшести и греховности. Гуманисты не отрицали христианство никак и не выходили из него. Но сосредоточенность на первородном грехе, на том, что человек должен... И обреченности, да, человека? Да, что он обречен, и поэтому он, ну, и само его, это саморазвитие, само воспитание и способность творить великие благие дела, чего хотели гуманисты. То есть они хотели свободу для того, чтобы творить благие дела, а не для того, чтобы делать что угодно, как я теперь это думаю. Слово сказали вы, Ольга Александровна. А теперь очень интересно понять, а что для них была свобода? Это свобода зачем, про что? Ну, прежде всего, свобода показать величие человеческих возможностей, возможностей интеллектуальных, творческих и разных других. Так вот, если человек не обречен, если он не находится в таком безнадежно падшем мире, если первородный грех не наследуется, вот, и у человека есть возможность не грешить, не впасть в грех. Если он грешит, он это делает по собственной свободной воле. Вот, и поэтому, ну, с этим комплексом очень много чего связано. Но главное, что исчезает вот эта тема такого, как бы сказать, невеселого, можно сказать. Хотя в средневековье много веселых и радостных картин, но тем не менее преобладает все-таки монашеский путь покаяния в грехах. Машеский пессимизм, скажем так, да, и такая, как бы сказать, благочестивая беспомощность, то есть без которой, например, я не представляю себе христианской веры, что человек знает, что без Божьей помощи он ничего не достигнет. И вот там, где возникает движение, которое условно можно назвать пелогианством, потому что оно тоже, у него было много разных разновидностей, но где человек все-таки может, потому что у него есть плохой пример. Адам, как бы, в чем беда, которую принес Адам, он показал плохой пример. И все, значит, за ним могут следовать. Но это не значит, что ребенок рождается с вот этим адамовым грехом. Вот в этом было отступление, значит, от ортодоксальной доктрины, которая еще не сложилась, вообще-то говоря. И Августин настаивал как раз на врожденной греховности, во всем, что он писал в своей исповеди, что он еще младенцем умел грешить и так далее. Вот. И, конечно, когда мы смотрим особенно на живопись Ренессанса, особенно раннего Ренессанса, мы видим, что вот эта вот тьма, покаяние и раскаяние куда-то рассеивается. Мир становится светлее. С него как бы снимаются вот это вот проклятие падшего мира, красота мира, красота плоти. Ренессансная тема, она, значит, возможна только при том, что концепция греха не тяготельна от всем. А это похоже на то, о чем, думал и писал Макс Фебер, говоря о расколдовывании мира? Вот мир как бы расколдовывается и становится человечным. Да, вероятно. Близко. Я понимаю, что тоже какие-то штампы, но хочется понять все, что они имели в виду и как это все происходило, и что остается нам, да, в наследии. Тогда вот такой еще, да, момент. Но все-таки античность. Они видели в античности что-нибудь религиозное? Вообще вот религиозность античности, да, вот той классики их привлекала, или Аполлоны – это было просто имя для вот солнечного бога, и ничего больше? То есть, будучи христианами, они все-таки открывали другой мир, довольно тревожный, да, с точки зрения каких-то религиозных интуиций. Ну, я думаю, впрямую, так как современники, допустим, Сократа, они, конечно, в античных богов не верили. Это было какое-то другое с ними обращение. Они верили в некоторое божественное начало, которое за всем этим стоит. Вот так, я думаю. И оно их очень привлекало. Хорошо. А вот, скажем, то вот новое открытие мира, оно уже предполагало какие-то, ну, скажем так, проекции на реальную жизнь, на социальную, на гражданскую? Конечно. Какие-то прямые выводы из этого открытия следовали? Какие? Ну, можно вспомнить такого гуманиста Альберти, Леон Батиста. У него есть трактат о семье, о зодчестве. Он очень много писал об архитектуре, в частности. И интересно, что у него всегда вот эта свобода человека, да, вот это творческое начало ренессансного человека, как раз вот августиновское превзойди самого себя в творчестве, в том числе. Оно, эта свобода всегда связана с ответственностью. Вот это поразительно, насколько ренессансный человек, гуманист, чувствовал эту ответственность перед миром. Перед малым или большим миром, перед городом, либо вообще перед всей планетой. Вот у Леонарда тоже это очень заметно в его дневниках, что он, например, пишет, что я могу создать такой аппарат, с которым можно плавать под водой и корабли как-то прокалывать там. И никто не будет замечать, что я плыву под водой. Но я не буду этого делать, потому что этим могут воспользоваться недобросовестные люди, которые используют его не на благо человечеству. Вот это поразительно, да, насколько вот сейчас потеряна вот эта связка. То есть они понимали возможные риски, да, вот в своем открытии расколдованном. Они всегда про это думали. Это была необходимая связка. Вот тот же Альберти в трактате о зодчестве, он пишет, да, что очень много примеров, так скажем, зданий, которые построены в ущерб ландшафту, так не должно строить. То есть ничто не должно вторгаться насильно уже изначально данный нам мир. Все должно в него органично вписываться. Так. Да, этот порыв покорить природу, пространство и время, это совсем не ренессансный порыв. Вот. А идея прогресса уже как-то там вот зарождалась? Мы ее можем обнаружить вот в то время? Ну, такого уже просто устремления вперед. Нет. Я бы сказала, скорее представление о том, что возможно сделать что-то лучшее, завершеннее, каким-то, в общем, особым путем, не тем, что мы возьмем и построим 100 заводов. Конечно, нет. Вот. Но такой идеи прогресса, который сложился потом, я думаю, что нет. Вы согласны? Ну, это совершенство применено ответственностью, да? Это оно неотделимое. Ну, конечно, а иначе оно не совершенство, а как же? А, отлично. Вот это вот совершенно, как мне кажется, такая формула, да, классического раннего гуманизма. Да. Давайте пойдем дальше и послушаем комментарии Вольфанга Хернера, директора издательства «Галиани Берлин», который издает очень много литературы, посвященных гуманизму, в том числе, такую антологию гуманизма. В то же время, когда гуманизм стал действительно значимым явлением, жил и Макеавелли, который был абсолютным прагматиком. Он говорил, не надо заботиться о моральных ценностях, надо заботиться только о том, чтобы получить власть. Он жил как раз во время развития гуманизма. Такие вещи всегда шли в ногу. Была церковь, и Макеавелли, и великие гуманисты, и был коммунизм даже в 16 веке, христианский. Когда христиане хотели построить настоящую коммунистическую утопию. И я думаю, что это нелинейное движение. Не так, чтобы сначала шел гуманизм, потом терроризм, потом что-то другое. Это всегда соревнования гуманистических идей и разных прочих идей. Мне кажется, это до сих пор так. Если вы посмотрите на историю, например, на Вторую мировую войну, в которую был вовлечен весь мир, где идеи гуманизма играли не слишком большую роль, то заметите, что сразу после начались серьезные дебаты о правах заключенных, мировом сообществе, правах личности и прочем. Таким образом все устроено. Даже воспринимая постдарвинские теории, что человек – это часть биологического процесса, часть большой природы, и что он не сильно отличается от животных или даже камня, человек значительно влияет на формирование планеты. Человек формирует правила, по которым люди живут вместе или не живут, или же они живут в мире, или в состоянии войны. И мне кажется, что все старые идеи гуманизма, идеи, которые правомерны и сегодня в определенном смысле, вам нужно только посмотреть на них под современным углом. Мне кажется, что идеи личности, обладающие некоторым достоинством и формирующие мир, где он или она живет, и они формируют его таким образом, чтобы существовать друг с другом в добрососедстве, все еще правомерно и ценна. Это важно думать об этом, держать это в мыслях. В эфире «Радио Свобода. Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Вечный человек, во что верил гуманизм. Это наша сегодняшняя тема. И в студии Ольга Александровна Седокова, поэт, переводчик Дантефи. И Ольга Игоревна Кусенко, научный сотрудник сектора истории западной философии. Итак, в этом комментарии мы уже подошли практически к нашему настоящему, тому времени, в котором мы находимся. И, соответственно, мы понимаем, какой огромный путь, очень сложный и крайне неоднозначный прошел этот гуманистический ренессансный проект. Давайте просто вспомним основные сценарии этого пути. Какие типы гуманизма мы прошли? Совсем недавно был советский гуманизм. Ну, он так себя называл, но, конечно, с человеческим лицом, да. Да, с человеческим лицом. Ну, он мой ум. Нет, гуманизма советского не было. Вот чего не было, так это советского гуманизма. Мы это с вами понимаем, да, Ольга Александровна? Прекрасно, поскольку сами вышли отчасти из этого времени. Тем не менее, претензия в самоназвании была. А еще, вот, коммунистический гуманизм был. Есть, вроде бы, некоторый религиозный гуманизм, который еще ощущается в сегодняшний день. Христианский гуманизм. Вот Никита Алексеевич Струвы после смерти Сергея Сергеевича Веринцева сказал, что он был последним христианским гуманистом, вот, а я ему заразила, что одним из первых, потому что это довольно редкое сочетание гуманизма в той степени, что он сопоставим с гуманистами по своему обращению с античности, со всем таким, и при этом, как бы сказать, вполне догматический христианин. Вот это соединение очень редкое. Очень важно, мне кажется, что гуманизм предполагает некое сопоставление, да, с чем-то более, ну, я уж не знаю, там, по разным критериям, но совершенным, мощным, ярким. А вот что, атеистический гуманизм. Вот, как ни посмотришь, да, в интернете, наберешь какое-то гуманистическое общество, обязательно это будут атеисты. Значит, это еще какое-то направление, да, связанное уже с отрицанием не только церкви или критикой церкви, но и с отрицанием Бога. Еще одно направление, оно когда вообще появилось? Ну, кстати, мне кажется, простите, не меня спрашивали, а я отвечаю. Ну, мне кажется, еще одно важнейшее слово для гуманизма это латинское dignitas, достоинство, достоинство человека. И то, что мы теперь называем права человека, они отсюда возникли. И они первоначально назывались именно достоинствами человека. Речь шла о том, что человек должен в любом положении сохранять достоинство. Нельзя его лишать и нарушать, это его достоинство. Именно поэтому я говорю, что советского гуманизма не было и не могло быть так же, как сказать, там, нацистские гуманизмы. Или гуманизмы, не знаю, эпохи французской революции. Это, мне кажется, вещь одного порядка. Это, наверное, тот гуманизм, который берет только, так скажем, бренд, но внутри содержание, пожалуй, анти-гуманистическое. Вот, то есть, да, во имя свободы будем лишать свободы тех, кто якобы не угоден. Ну, мне кажется, вообще это такой достаточно непростой вопрос, да, где он появляется, этот атеистический гуманизм. Ну, может быть, с Фридриха Ницше, который, в общем-то, по некоторой историке философии считает, что он как раз был величайшим гуманистом. Ну, у него же есть вот этот человек, есть нечто, что должно превзойти, в общем-то, что перекликается, да, с Вагустиновским, превзойти самого себя. Вот, и Ницше, он достаточно много про Ренессанс пишет, и в какой-то мере он чувствует себя, видимо, фигурой, равной ренессансным деятелям. Ну, потом Жан-Поль Сартер, эксистенциализм — это гуманизм, то есть человек заброшен в этот мир, Бога нет, ну, нет абсолюта, на который человек должен равняться, и человек, в общем-то, сам себе абсолют, сам себе мира. Ну, мне кажется, что действительно, вот такой христианский гуманизм — это, пожалуй, единственно возможный гуманизм, потому что если нет этой опоры на абсолютную, на абсолютную личность, то есть человек, он вообще полторы тысячи лет жил вот на опыте такой абсолютной личности, он ее перед собой видел, то есть Бог абсолют как личность, да, Бога, человека Бога Христос, который воплотился. И человек стремился к этому идеалу. Как только у него забрали этот идеал, ну, не знаю, вот сейчас постгуманисты, да, трансгуманисты, они вообще говорят про то, что нужно записать наше сознание на уже небиологический носитель, и, в общем-то, это избавит нас от болезней, от смерти в том числе. То есть мы действительно станем такими вечными людьми. А вот современные эти течения, и пост... Людьми или. Вот, и пост, и трансгуманизм, они предполагают вот это вот понятие достоинства человека. Вот пересаживаем на новый носитель — мы что? Знаете, вот мне кажется, что здесь большая проблема, что этим сейчас очень активно занимаются там нейробиологи, нейропсихологи, не знаю, какие-то еще представители таких точных наук. А вот именно вот это понятие, да, хуманитас, вот, про которое мы говорили в начале, да, человек как нечто, а не как некая идея, которая очень сложная, как идеал. Вот гуманитария сейчас как-то в этот процесс, по-моему, не очень включены, и это беда, потому что что получится из этого киборга — это большой вопрос. И как потом нам существовать с этими постсуществами людям, оставшимся? Это, я считаю, сейчас очень большая проблема, над которой нужно задумываться. Ольга Александровна, что творится с современными гуманитариями? Они ставят этот вопрос в своих сочинениях, в картинах, что такое человек, поймем человека, и хотят начинать сосредоточиться на самых драматических, самых ужасных вещах. То есть рассматривать, человек ли это, то есть рассматривать какие-то страшные сцены, ну там, допустим, поведение лагерников или еще что-нибудь, что человека мы узнаем в его экстремальной ситуации. Вот там как бы некоторый минимум человека или главные человека мы узнаем. То есть человек проявляется только в экстремальных ситуациях? В экстремальных, в ужасных, на грани смерти. Не то, что не скиснет, но он не ведет себя совсем искренне. Его внутреннее не проявляется совершенно. Ну, конечно, это не по-гуманистически, потому что для гуманистов человеку должно было быть для начала хорошо, чтобы он себя проявил, а вовсе он не должен превращаться в лагерную пыль. Вот. И новый гуманизм, он драматичный. Он тоже назовет себя как и богословием, богословием после Освенцима или гуманизмом после Освенцима. Но мне кажется, что вот в этом ракурсе очень много не узнаешь. Человек проявляет себя, когда он счастлив, а не когда он вот в этом состоянии находится. Это гуманисты прекрасно понимали. Знаете, это мое любимое пушкинское изречение, что все говорят, что несчастье – это хорошая школа. Говорит, может быть, но счастье – это лучший университет. И в этом смысле гуманисты, их проект – это все-таки университет, да? Все-таки мы начали разговор со школы, но приходим к выводу о том, что это все-таки больше, чем школа, это университет. А чем, кстати, школа отличается от университета? Ну, я не знаю, по-современному это разные этапы обучения. А так школой может называться и очень такое продвинутое обучение. Хорошо, тогда пытаюсь переформулировать. Вот, скажем, в современном университете, мы не берем конкретику, да? Это очень сложная, действительно драматическая тема, судьба современного университета. Но в современном университете, как в неком таком большом проекте, что осталось вот от ренессансной школы гуманизма? И осталось ли вообще? Чему учиться у кого? С кем сравнивать себя? Мне просто вспомнилось из лечения Лоренца Валла, что, да, он говорит, что чтобы стать гуманистом настоящим, нужно три вещи. Это время в плане эпохи, то есть чтобы не было воин, чтобы все было относительно спокойно и можно было предаваться изучения. Второе — это время в плане, чтобы было время, чтобы ты не должен был каждое утро бежать, вставать, ехать на метро, на работу целый час и возвращаться потом уже домой у старшей. И третье — это круг. То есть действительно это круг единомышленников. Без этого не станешь настоящим гуманистом. И вот действительно современные университеты, мне кажется, очень редко такие круги порождают. Где действительно возникает какая-то интеллектуальная, эмоциональная, эмоциональная вовлеченность студентов. Все поставлено на осуществление, видимо, услуг. Вот этой ответственности в таком высоком гуманистическом смысле, как-то ее в университете становится меньше, мне кажется. Это вот печально. А вообще вот то гуманистическое, гуманитарное, скажем так, уже переведем какой-то современный ряд начала, оно где-то присутствует в нашей жизни? Вот если хочется, да, вот объяснить конкретно. Знаешь, вот мы тебе все это рассказали, а теперь пойди посмотри. Вот есть ли такое место, да, вот где, я не знаю, здесь ли, я не знаю, там Москва, не Москва, Россия, не Россия, вот куда можно прийти и вот остаться, да, в каком-то спокойствии. Может быть, там придут другие люди. Вот я про место, где можно понять что-то про изначальный замысел гуманизма. Приходишь что-нибудь на ум? Куда отправить? Мне кажется, во Флоренцию нужно отправляться. Все-таки в Флоренцию. Не увлекаясь слишком глубоко в то, что там происходит, потому что сами флорентьевцы расскажут, что у них не очень. Да, да, да. Нет, мы уже знаем, что это вот то место, и никого не слушаем. В малые какие-нибудь музеи тебе надо, вот в музей Хорн, например, вот, или ехать на виллу Итати, это за городом, в пригороде, в Флорентийском, это вилла, где сейчас находится центр ренессансных исследований Гарвардского университета. Вот, был такой Роберт Беренссон, он купил эту виллу и потом завещал ее после смерти. Он был историком искусства, занимался ренессансным. И он там собрал потрясающую коллекцию квадро-чента, там и живопись, и мебель. И вот ты попадаешь в атмосферу действительно дома, в котором гипотетически мог бы обитать какой-нибудь среднестатистический гуманист. Ну, это музей, а я бы хотела сказать о живом. Мне кажется, что Мандельштам в прозе хорошо очень описывает это, как бы сказать, наследство гуманизма, как семинар или кружок, такой маленький кружок, которым руководит любимый профессор, где люди действительно вовлечены. Это, может быть, они никогда, перед ним не разворачивается перспектива флорентийских гуманистов, но вот там можно пережить это. И я могу сказать, что вот я была достаточно счастлива, потому что я видела такие кружки еще в университете, они были скорее вопреки общему течению. Ну, вот Никита Ильич Толстой вокруг себя создавал такой круг. Конечно, такой круг был вокруг Сергея Сергеевича Веренцева. Это напоминало действительно гуманистическую среду. Наверное, и сейчас такое бывает, я уже не знаю. Вот. Значит, мы нашли, наконец, мне кажется, вот такое уже конкретное, возможное, вернее, возможное конкретное воплощение гуманистического проекта. Оно на памяти. Вот живой свидетель. Я тоже подтверждаю, что я это видел. И мы будем надеяться, что этот дух изначального гуманизма, с его идеей, достоинства и ответственности, он все-таки не выполнил своей миссии, а продолжает работать дальше. А с чем мы останемся без этого, интересно, без достоинства и ответственности? Это вообще не понятно, что мы здесь делаем. И без памяти. Вот. Я просто в конце приведу свою любимую цитату из Честертона, которая для меня многое что проясняет в этом плане. Честертон пишет, это вечный человек его, кстати. Кто-то сказал, что человек на коне – самое прекрасное зрелище в мире. Пока мы это чувствуем, все в порядке. Легче и лучше всего чувствовать это, если тебя научили любить животных. Здесь не только о животных речь. Человек на коне, величественный, гордый, прекрасно. Но все-таки кто-то должен быть рядом или что-то. Вот это соотнесенность. И вот достоинство в ответственности за других. Вот, наверное, ну, не знаю, были бы довольны нашим разговором вот те самые, да, великие гуманисты, но мне кажется, что вот что-то мы передали сегодня. Это была «Археология. Прошлая». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорили о судьбах гуманизма. И в нашей студии были поэт, переводчик Данте, филолог Ольга Седокова и научный сотрудник сектора истории и западной философии, Института философии Ольга Кусенко. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok